Всем привет, дорогие друзья! С вами GamePlan, и это обзор на игру Rabbids Big Bang. Да-да, мы её так долго ждали, и она наконец-то появилась. Снова к нам вернулись бешеные кролики из Реймона, и теперь они отправились в космос. Давайте посмотрим на эту игру. Перед тем, как начать, я бы хотел вам показать пару пасхалок, которые присутствуют в главном меню. Первая пасхалка, если мы нажмём на кролика, он в своём стиле бешеного кролика заорёт. Вторая пасхалка заключается в том, что если мы будем тапать по экрану, то вот этот вот кролик будет, используя свой ранец, лететь в том направлении, в котором он сейчас находится. Но, собственно, именно так же мы будем управлять кроликом во время его полёта в открытом космосе. Давайте нажмём Play и посмотрим, из чего состоит данная игра. Она состоит из 10 паков с уровнями. Я прошёл уже 3 пака и остановился на четвёртом. В каждом паке по 15 миссий, и если умножить 10 на 15, то мы получаем 150 отличнейших миссий, которые вас ждут. Скоро также обещают появиться новые миры, поэтому, пока вы, думаю, пройдёте все миссии, новые миры как раз-таки подоспеют. Давайте пройдём парочку миссий и посмотрим на всю игру, в чём она заключается, в чём её суть. Начнём со второй миссии из третьего пака. И что мы видим? Мы видим двух кроликов. Один подающий, а другой у нас основной, который будет выполнять задание. Кстати, задание написано внизу. Необходимо подобрать 8 топливных шариков. Топливные шарики — это вот эти вот зелёные шарики, которые здесь летают. Если мы нажмём паузу, то мы увидим всю галактику, в которой у нас осуществляется данное действие. Кстати, галактика зависит от того, какой пак с миссиями вы проходите. То есть, вот в этом паке все миссии будут исключительно в этой галактике проходить. Чем дальше, тем эти галактики больше, круче и миссии там, соответственно, сложнее. Кстати, у нас имеется кнопка магазинов, в которой мы можем прокачивать наши, как сказать, приборы. Это вот такая вот ракетка-выбивалка для подавания. И уточка, которая является своеобразным джетпэком. Первоначально здесь была бита, потом был вантус, потом я уже не помню, что было. И теперь у меня стала вот такая вот выбивалка для ковров. А здесь у нас был обычный космический ранец, потом была банка с газировкой, и теперь вот такая вот уточка. Естественно, они намного круче, мощнее, и чтобы их прокачать, необходимо полностью их улучшить, вот нажав на эту кнопочку. И когда вы в следующий раз улучшите, то она проапгрейдится до следующего вида, ну, назовем этого оружия. Также здесь можно покупать наряды, очки, защиту, конус. В общем, все-все-все, чтобы кастомизировать как-то ваших игроков. Итак, давайте попробуем запустить нашего зайку. Для того, чтобы его запустить, нам необходимо выбрать направление удара. Это делается вот таким элементарным образом. Давайте подождем вот этот топливный шарик и попробуем сразу же запуститься и подобрать их как можно больше. У нас имеется кнопка использования нашего реактивного ранца, но вот тут вот у нас показан, кстати, запас вот этой энергии, и нам необходимо это учитывать. Сверху идет таймер, чтобы выполнить задание на трех кроликов, необходимо уложиться в определенное время. Если у вас это не удастся, то необходимо будет нажать перезапустить уровень, и все сразу же мгновенно начнется заново. Не нужно ждать часы, минуты, секунды. Игра сразу же начинается, что делает ее наиболее привлекательной, потому что игры, в которых достаточно долго нужно ждать, чтобы переиграть миссию, просто ненавистны мною и вообще вызывают дикое нежелание в них играть. Эта же игрушка меня затянула, и как я уже вам показал, я прошел 45 миссий, и все эти миссии я прошел буквально на одном дыхании. Я не знаю, сколько я играл, может час, может полтора, но игрушка действительно стоящая. Кстати, в конце каждого вот этого пака у вас присутствует супермиссия, которую необходимо выполнить. В чем она заключается? Она заключается в том, что вам необходимо собрать рулоны туалетной бумаги. Давайте, кстати, попробуем их собрать. А еще я вам не сказал то, что у нас имеются бонусы. Мы можем их два купить на каждый уровень. Это вот бонус, который увеличивает объем шариков топливных. Бонус, который позволяет сильнее нанести удар. Бонус, от которого будет быстрее лететь ракета. Коин-магнет. То есть магнитик, который будет собирать монетки. Ну и так далее, в таком духе вот бонус. Они, естественно, платные, но их, в принципе, можно окупить. Так, необходимо получить вот этот ТР. Я не знаю, что такое ТР. Наверное, туалет. И давайте попробуем пройти данную миссию. Здесь вам необходимо в определенном порядке собирать туалетную бумагу для того, чтобы пройти данную миссию. Кстати, вот такие вот маленькие планетки, они являются, наоборот, отражателями, а не притягивателями. Если вы к ним подлетите, то вы от них оттолкнетесь с помощью силы гравитации. И после этого перейдете к какой-нибудь планете, которая, наоборот, будет вас притягивать. Вот таким вот легким образом я прошел сейчас вот эту миссию. Игрушка стоящая, прекрасная. Не знаю, получилось ли у меня вам это показать и доказать. Но здесь реально очень круто проделана работа. Здесь присутствует и физика, и гравитация. Необходимо все четко рассчитывать и продумывать. Кстати, первоначально, когда я начал играть, у меня жутко не получалось. Я бесился. Но потом, в принципе, я понял смысл. Научился управлять этим зайкой, который просто хаотично двигается по космическому пространству. Научился рассчитывать правильные силы гравитации. Интересно, кстати, что будет, если наш зайка попадет на солнце. Я еще ни разу не играл в этом паке, но думаю, ничего хорошего с ним не будет. У солнца, естественно, гравитация намного сильнее, и нужно правильно ее использовать. Кстати, я вам не сказал, если у вас кончается топливо, то вы его можете прямо во время полета тут же докупить за 30 золотых монет. Игрушка платная, поэтому доната здесь нету. Все играется достаточно легко, приятно и беззаботно. В общем, отличная игра от отличного разработчика. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!